Привет, моя маленькая компания! Привет, Алиса и Ксюша! Привет! Посмотрите, какую красивую куклу я вам принесла. Она не похожа на ту, что продается в магазине. Конечно, это наша белорусская кукла. Совсем недавно, осенью, стали отмечать праздник белорусской куклы. Нам уже в садике они рассказывали. Их вязали, шили, лепили. Эти куколки для свадеб для маленьких деток и для разных праздников. Интересно, Алиса, а как же делали таких кукол? Раньше, видите, не было паприк и игрушек. Я открою вам секрет, что таких кукол делают и сейчас. А вот как их делали раньше, да, и как делают сейчас, мы узнаем вместе с нашими друзьями прямо сейчас. Мальчишки и девчонки из 24-го Лицкого детского сада могут гордиться коллекцией белорусских национальных кукол. Здесь даже есть собственный мини-музей «Белорусская хатка». Отдельное место в нем отведено куклам. Кукол в магазине дошколята не покупают. Делают их сами на занятиях в кружке детского ручного ткачества. Педагог знакомит детвору и с историей белорусской куклы. Благодаря воспитателю ребята знают, что куклы бывают разными. Например, есть куклы-обереги, обрядовая и сувенирная. Процесс их изготовления кропотливый и трудоемкий. Чтобы кукла получилась, нужно внимательно слушать воспитателя и все повторять за ним. Кстати, а знали ли вы, что такие куклы делаются без иголки? Шить ничего не нужно. Поэтому такую работу могут освоить даже дети. Мы в детском саду с воспитателем делали необычные куклы. Но они использовали ножницы и иголку. Голову делали из белого локотка ткани. Внутрь засунули ватку и завязали. Туловище делали из другой ткани. Тоже к голове присунули и завязали. Руки мы делали в самом конце, наверх головы куклы, завязали плоть точек. Все, наша кукла готова. Нашей маленькой компанией воспитанники 24-го детского сада открыли секрет. Кукла – одна из самых древних и наиболее популярных игрушек. Раньше мамы для своих детей делали так называемые куклы-матанки. Потому что купить малышам игрушку было негде, так как не было магазинов. Вот и приходилось им надеяться на собственные руки и фантазию. Со временем значение этих кукол изменилось. Их стали делать к праздникам и для каких-то обрядов. Одних кукол изготавливали из целебных трав, чтобы вылечить больного. Других – специально для путешественников, которые отправлялись в дальнюю дорогу. Считалось, что такие куклы принесут их обладателю удачу и покажут правильный путь. Были и куклы, которых делали для богатого урожая. А еще считалось, что куклы оберегали от плохих вестей. Мальчишки и девчонки на занятиях в кружке детского ручного ткачества уже сделали много разных кукол. Веснянку, хороводницу, масленицу, пасху. А еще не научились изготавливать без иголки петушков и зайчиков, которыми можно играть в пальчиковый театр. Теперь у каждого из них есть любимая кукла. Я люблю играть с куклой-переведышем. Она называется «Девка-баба». Потому что с одной стороны у нее видна девка-куколка с косой, а со второй – баба-женщина в платке. Кукла переворачивается, и это как фокус. Моя любимая кукла – десяточка. Она необычная, она трудолюбивая. У нее десяточки, и она успевает все делать. Мне нравится играть с куклой-травницей. Она наполнена лечебными травами и оберегает от болезни нашу семью. Кукол, изготовленных своими руками, дети дарят родным, знакомым и друзьям. И каждому они рассказывают историю такой необычной игрушки и как ее сделать. Девочки, а я тут недавно букет красиво собрала. Прекрасная пора года осенью. Бывает, идешь по городу, а на себя дождь из разноцветных листьев. Точно, в эту пора года действительно листья разноцветные. Бывают красные, желтые, зеленые, бордовые, а также коричневые. Можно букет собрать на любой вкус. А где вы любите гулять осенью? Я на Кургане и в парке. А мы с родителями любим ездить в парк Горни. Там есть красивые деревья и детская площадка. Но больше всего мне нравится лабиринт из деревьев. Классно, давайте отправимся в путешествие. Прекрасная природа, музей, лабиринт из деревьев и игровая площадка на свежем воздухе. Все это можно найти в парке Горни. В этом тихом и спокойном месте можно насладиться красотой природы, ее величием. Услышать множество звуков, которые не слышны в городе. Посидеть на скамейке, поразмышлять и, конечно же, провести время активно. В парк Горни любят наведываться семьями. Частые гости здесь и школьники. Вместе с одноклассниками ребята приходят сюда, чтобы исследовать территорию парка. Особенно детям нравится экологическая тропа Лукоморье. Это настоящая сказочная аллея, на которой можно встретить героев хорошо известных сказок. В парке можно покататься на качелях и на импровизированной тарзанке. Спуститься с горки, побегать, попрыгать. Одним словом, вдоволь порезвиться, вдыхая полезный лесной воздух. Каждый из ребят во время экскурсии может найти для себя что-то интересное в парке. А еще узнать много нового о животном и растительном мире. Мне понравилось, когда я видела оленев, котенка и когда я видела Леша с Бабой Игой. Еще мы ходили в лабиринт из елок и искали путь. Мне понравилось играть в лапки зверей. Еще мне понравилась площадка, где домик с горкой и вот эта тарзанка с веревочкой. Я узнала, что пчелы улетают в спячку. Мне было интересно, как они рассказывали домик про чел. Они там готовят мед. Я узнала зимой, что они охраняют свои домики, которые называются уля. Как видим, школьников впечатлило посещение домика в гостях у пчел. Там дети смогли узнать об устройстве улья, сборе меда и распределении обязанностей пчелиной семье. Познавательным стало посещение музея. Здесь мальчишки и девчонки узнали о процессе сушки шишек и получения семян. Но особенно гостям парка понравилась игра, где по следу нужно было отгадать животное. Белка, лось, волк, кабан, рысь или другого представителя животного мира. Для одних игра оказалась несложной, а вторым приходилось хорошенько подумать. Впечатлил детей и лабиринт из Туев. В парке частенько можно увидеть семьи с детьми или школьные классы, которые преодолевают дистанцию лабиринта. Ведущие нашей программы были здесь, когда лабиринт только появился. Прошло несколько лет и деревья заметно выросли. Теперь бродить здесь еще интереснее. Через несколько лет сыграть в квест смогут и взрослые. К этому времени для удобства посетителей здесь появятся таблички, которые будут указывать верный путь и помогать тем, кто заблудился в живом лабиринте. Если и вы хотите провести время весело и с пользой, тогда смело отправляйтесь в парк Горни. А знаете что? Совсем недавно я побывала в гостях в 37-м детском саду. И я была так удивлена. Мальчишки и девчонки так много знают про раздельный сбор мусора. Некоторые взрослые даже не знают столько, сколько знают они. А вы что-то знаете об этом? Мусор бывает разный. Бумага, пластик, стекло. Его нужно сортировать и складывать раздельно. Чаще всего в голубой ящик кладется стекло, в желтый – пластик, а в зеленый – макулатуру. Из переработанного мусора можно сделать любую вещь. Автомобильных шин можно сделать покрытие для площадки детской. А из пластиков и игрушек можно сделать таз или коврик. Бумагу тоже можно переработать. Спустить дерево и получить новую бумагу для рисования, например. Давайте отправимся в гости к дошколятам в 37-й детский сад и послушаем их истории. Хорошо? Мальчишки и девчонки из 37-го детского сада знают многое, если не все, про раздельный сбор мусора. На занятиях вместе с воспитателями дети сортируют игрушечный мусор. А в ходе игры узнают, почему и для чего нужно складывать все в разные контейнеры. Нашей маленькой компанией дошколята открыли маленький секрет. Каждый из нас за год выбрасывает тонну мусора. Это целый грузовик. А ведь на планете живет очень много людей. Мусор – это изобретение человечества. У природы нет мусора. Ни животное, ни растения его не создают. Мы же бросаем в мусорное ведро все, что перестало нам быть нужным. Пищевые отходы, пустые консервные банки, бутылки, пластиковые упаковки, картонные коробки, разбитые стеклянные предметы, старые игрушки, одежду и много-много других ненужных нам вещей. И тут стоит помнить – любой мусор нужно обязательно сортировать. Мусор надо собирать раздельно. Это делать очень просто. Берем сразу три пакета. В первый пакет собираем бумагу. Во второй пакет все стеклянные. Например, пустые бутылки и разбитую посуду. Третий пакет – пластмассу. Вот и все, вместе мы спасем планету. Среди различных видов мусора есть и опасный. К примеру, вредными являются пластиковые отходы. Они накапливаются очень быстро. Сжигать пластмассу нельзя, потому что выделяется ядовитый газ. Закапывать в землю тоже не имеет смысла, так как пластмасса долго разлагается. Знают дошколята и еще один опасный вид мусора. Батарейка – это самый опасный мусор. Даже самая маленькая наносит большой вред природе. Она отравляет землю и воду. Ни в коем случае не выкидывайте батарейки мусорку. Их нужно сдавать в специальные контейнеры, которые вы можете найти в магазинах нашего города. Дети из 37-го детского сада не забывают о раздельном сборе мусора и в своей группе. В раздевалке ребят установлены две симпатичные коробки для сбора макулатуры. Сюда дошколята приносят фантикет-конфет, газеты, журналы, неудавшиеся рисунки и многое другое. Собирая макулатуру, дети спасают деревья и дают вторую жизнь бумаге. Из переработанной макулатуры делают одноразовые горшки для цветов, упаковку для яиц, туалетную бумагу, салфетки, одноразовую посуду и многое другое. В нашей группе всегда стоит специальный ящик. Я вам собираю ненужные рисунки, фантики, конфеты. Я приношусь в свои ненужные раскраски. Собирать макулатуру – это очень важное и нужное дело. Из нее есть много полезных вещей. Для места нет меньше мусора и больше красивых деревьев. Побывав в гостях у воспитанников 37-го детского сада, мы еще раз убедились – не стоит засорять наш город, улицы, дороги, леса и полянки. Мусор нужно обязательно донести до урны и не забыть его рассортировать. Спасибо, Алисушка, спасибо, Ксения. Мне и, я думаю, всем нашим телезрителям очень понравились ваши истории. Если у вас есть интересные истории и вы хотите нам ее рассказать, обязательно пишите в группу на программу ВКонтакте. И мы обязательно расскажем о вас в нашей программе. Ну что ж, а сейчас настало прощаться время с мальчишками и девчонками ровно на неделю. До встречи в следующую субботу. Пока-пока! С детворою у экранов соберемся выходной. Здесь тебе мы очень рады, нашей дружной семьей. Если хочешь много знать ты, нам с тобою по пути. Все ответы на вопросы только в маленькой компании.